Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. К радости многих подписчиков и, надо сказать, к моей радости, мы возвращаемся к DaVinci. Сегодня я расскажу, как осуществлять мультикамерный монтаж. Вещь эта очень удобная, если вы снимаете одно действие в несколько камер. Например, какой-нибудь концерт, обычно это минимум четыре камеры, ну или, как в моем случае, интервью. Итак, начинаем со стандартной процедуры добавления файлов в проект. Вот у меня съемка с трех камер и отдельно я писал звук. Дальше процедура может показаться странной, но почему-то в премьер это делается как-то вот так же кривовато. Правая кнопка мыши, Create new Multicam clip, можно выделять сразу несколько клипов, но это не важно, я делаю так. И вообще по процессу кто-то со мной может поспорить, но я делаю так и мне так кажется удобнее. Ну и лучше сразу создать папку с таймлиниями, чтобы не искать потом. Положим туда наш мультикам, теперь правая кнопка мыши и Create new timeline, то есть создать новую таймлинию на основании этого мультикам. Вот зачем это лишнее действие? Почему бы мультикаму самому не являться таймлинией, не понятно. Но при этом последовательность действий надо запомнить. Без этого ничего не получится. Сейчас уже можно было бы начинать работать, но в самой таймлинии мультикам у нас пока только один клип. Монтировать не из чего. При этом зайти внутрь контейнера мультикам можно только так. Правая кнопка мыши на значке контейнера и Open in timeline, то есть открыть на таймлинии. По-другому не попадете. Добавим еще клипов и синхронизируем. С синхронизацией также мне кто-то скажет, что я не прав и вообще у DaVinci это на автомате. Я делаю вручную, потому что на автомате в DaVinci не работает. Можно сделать отдельный скринкаст, как синхронизировать на автомате в DaVinci, долго в этом разбираться, потом еще долго готовиться и потом все равно все доделывать руками. Так что лучше не заморачиваться и сразу сделать руками. Так реально быстрее. Итак, добавили все треки с одной камеры. Так как писал я на DSLR, камера периодически отключалась. В идеале, конечно, одна камера, один трек. Находим на одном треке начало разговора. Просто методом прослушивания. Второй пока замьютим. На другом треке находим эти же слова, примерно совмещаем и переходим в Fairlight. Мне кажется, там удобнее это делать. Чуть меняем масштаб. Сейчас вторая дорожка прорисуется и все станет видно. Ну вот. Итак, трек у нас в целом синхронизирован. Осталось подровнять. И вот тут нам поможет визуализация пиков. Картина звука несколько разная, но картина пиков при этом в целом одинаковая. Ее со временем начинаешь видеть отчетливо. Особенно хороши какие-нибудь резкие звуки. Например, вот этот. Это что-то хлопнуло. Его отчетливо видно. И дальше уже меняем масштаб, подгоняем окончательно трек под звук. Еще раз прослушиваем. Рассинхрон даже в один кадр вы всегда услышите. Есть рассинхрон, можно еще подвинуть. И аналогично ровняйте следующий трек. Но тут есть одно но. Fairlight в принципе для работы со звуком. Аудиодорожка у него не привязана к видео. И двигая аудиотрек здесь, вы его смещаете относительно видео трека. Вот что я имею в виду. Аудио сместили, видео осталось на месте. Я не знаю как с этим бороться. Возможно есть какая-то галочка, но я ее не нашел. Поэтому я делаю так. Сначала ровняю трек. А, этот уже похоже совместился. Ну да. Это не кто-то остановил камеру. Эта камера сама режет уже цельный файл на куски по 4 гигабайта. Тут максимум в один кадр будет рассинхрон. Ну да, именно в один. И теперь переходим в медиа и ровняем видео относительно аудио. То есть отключаем link clip и возвращаем видео дорожку на место. Благо, что DaVinci пишет, насколько видео сбилось относительно аудио. Вот эти цифры в красных прямоугольниках в углах треков. Сейчас сбито на один кадр. И подровняли. То есть восстановили. На самом деле это делается очень быстро. Сейчас я синхронизирую все куски и покажу, что это просто. А вот, я все подровнял. У меня это заняло, к слову сказать, 10 минут. И теперь ровняем видео. Нужно добиться, чтобы все цифры показывали ноль. Что достаточно несложно. Поскольку тут магниты, они, можно сказать, автоматически ровняются. Все. На всякий случай можно заблокировать еще эту дорожку. И добавляем видео на следующий трек. Выберем меня. Ну и дальше действуем по аналогии. Нашли и примерно совместили треки на слух. Дальше перешли в Fairlight. И набело уже подровняли по визуальной картине звука. Карте пиков. И на выходе мы имеем вот такую ужасную на первый взгляд картину, разбираться с которой мы будем уже в следующем скринкасте. Поскольку тема эта в одно видео не умещается. Но в оправдании себе хочу сказать, что у других она и в два бы не уместилась. Стандартное полное описание, которое я видел, занимало больше часа. Все. Любите друг друга. Монтируйте видео. Много и разное. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели узнать у Теплицы социальных технологий.